Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость был и в раю, и в аду. Когда он описывает рай, вы можете почувствовать, будто сами там побывали, и он желает, чтобы вы были там. Узнайте, как попасть в рай далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Это Сидрот и у меня в гостях Райан Брас. Он был продюсером нашей программы в течение «Сколько лет, Райан? Шести или семи лет?» О да, шесть или семь счастливых лет вместе в нашей творческой команде. Бог дал ему собственное служение, и я очень радовался об этом. Но вот недавно я узнал, что Райан имел дело с адом. Да, это так, и это было самое ужасное, что я когда-либо чувствовал телесно. Посреди ночи ангел Господень отвел меня в ад. Это была одна комната в аду. Я видел там огонь ада. И вот он открыл передо мною одну дверь. Извини, что прерываю. Ты это чувствовал, будто был буквально там? Да, я был там, без сомнений. Я имею в виду, как сказал Павел, не знаю, в теле или вне тела, но я был там. Этот ангел просто взял меня и привел туда. Самое удивительное произошло, когда открылась дверь, я почувствовал на спине, словно я растекся по земле. Это звучит странно, но меня будто медленно положили на грудь. Я почувствовал, будто меня сломали полностью, переломали все мои кости. Будто Бог оставил меня совсем одного там. Там нет никакой надежды, в аду нет надежды. Знаешь, про ад можно говорить, можно читать, но я заметил, что если люди сталкиваются с таким, то они меняются. Они становятся более горячими в вере, не останавливайся на этом. Меня сейчас словно раздирают на части, я просто хочу объяснить, каково это побывать в аду. У вас больше нет второго шанса, нет никакой надежды, Бог оставил вас. И это не Он отправил вас в ад, вы сами себя туда отправили. Когда я оказался там, я почувствовал это давящее чувство, что я никогда отсюда не выберусь. Я тут навсегда. Бог просто хотел, чтобы я испытал это, потому что я евангелист. Это абсолютно безвыходно для человека, абсолютная безвыходность. Поэтому, будучи пастором и евангелистом, я делаю все, что могу, чтобы люди туда не попали. Существует много мучений, но самое страшное, когда ты больше не будешь с Богом, не почувствуешь Его. Абсолютная безвыходность, безысходность и полное отсутствие Бога. Как долго ты был там? Это было несколько раз, и этого было достаточно. Какие страдания ты там видел? Самое ужасное, Сид, что я видел знакомых людей, которые сегодня все еще живы. Представьте, если бы это случилось с вами, как бы это в корне изменило вашу жизнь. Я могу себе это представить. Да, это вселяет страх перед Богом. Вам не хочется иметь ничего общего с адом или с бесами. Просто хочется гореть Господом каждый день своей жизни. Но потом ты также увидел и рай. Ты там был так же, как и в аду, то есть в своем теле, я имею в виду. Это было так же буквально, но совершенно иначе. Мне несколько раз посчастливилось побывать в раю. Опять же, я не знаю, в теле или вне тела я был перенесен на небо, и вот я нахожусь на прекрасной зеленой территории в раю. Я ощущал все плоды духа на себе. Одновременно я чувствовал стопроцентную любовь, стопроцентную радость, никакой депрессии и злости, стопроцентный мир и спокойствия. И вот я стою там, ощущая все плоды духа, когда вы попадаете на небеса, когда Бог показывает вам рай. Когда вы на небесах, вы чувствуете эйфорию. Я даже не знаю, как это описать. Там красиво, прекрасно. Там будто каждый глоток воздуха, все лучше и лучше. Когда я там был, в моей жизни были трудности, стресс. Бог как бы показал мне, а вот что такое мир. Вспомните, что говорил Иисус. Молитесь так. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В нас может быть сподобие Божьего мира. Я был там сбит с толку. Все, что было во мне, все беспокойства, стресс, ничего не осталось. В раю это невозможно. Там нет злости, беспокойства. Когда я вернулся на землю, я несколько дней не мог прийти в себя. Я понял, что все, с чем нам приходится сталкиваться в жизни, через что нам приходится проходить, с этим очень легко справиться. Все, что нам нужно сделать, это воспользоваться тем, что нам дает рай. Библия. Библия полна мира Божьего. Когда мы получаем это райское спокойствие, это меняет нашу жизнь здесь, на земле. Я знаю, что люди, которые смотрят нас у себя дома, прямо сейчас почувствуют, как это спокойствие приходит к ним. Вы почувствуете эту атмосферу прямо сейчас. И все, что вам нужно, это радость в Боге. Любовь нашего Бога Отца. Спокойствие и мир. Я молюсь, чтобы каждый из вас получил это райское спокойствие, чтобы не было волнений, беспокойства, стресса. И сейчас, Отче мой Небесный, я молюсь об этом спокойствии для каждого, кто смотрит нас сейчас во имя Иисуса Христа. Если вы никогда не переживали этот совершенный покой, я молюсь во имя Христа, чтобы сейчас Он пришел на вас прямо с небес и успокоил вашу душу. Ты думаешь, я после этого смогу продолжать работу? Сид, ты можешь это сделать. Я хочу рассказать вам о том, что Райан написал книгу «Смерть Лазаря». О чем она? Спасибо, что спросил. Историю о Лазаре знают многие. Лазарь был мертв, он несколько дней находился в гробнице. Но вы понимаете, что он был мертв в полном смысле этого слова. Это так. Поэтому Иисус и ждал, поэтому и пошел туда, только когда тот умер. Именно. Что касается этой книги. Бог показал мне, что люди чувствуют себя возрожденными, когда принимают Иисуса. И Иисус сказал «Лазарь, иди вон». И Лазарь вышел. Но мы также узнаем из Библии, что религиозные лидеры тех времен хотели убить Лазаря, потому что благодаря этой истории многие поверили в Иисуса. Позже они хотели его убить. И где бы он потом не появлялся, ему не нужно было ничего говорить. Он был живым свидетелем, что он был мертв в три дня. Именно. Где бы не появлялся Лазарь, все думали об Иисусе. Где бы не появлялся Иисус, все думали о Лазаре. Это удивительная библейская история. Вот почему я написал эту книгу, потому что наш враг хочет устранить вас, друзья, по той же самой причине. Скажу вам честно, мы вместе с Райаном знаем, что нам предстоит. Я думаю, что дьявол сделает все, чтобы вы сдались. Поэтому прямо сейчас начните обличать его. Говорите против его дел. Друзья, я являюсь христианином уже более 42 лет. Я знаю, что не выгляжу таким старым, но это так. Мы приблизились к тому моменту, когда мы ждем прихода Иисуса. Когда враг будет пытаться разрушить вашу жизнь, когда будет давать вам болезни, будет пытаться внести в вашу жизнь грехи, так, чтобы вы отошли от Бога, враг пытается устранить вас. Он пытается сделать это, потому что он боится вас. Вы можете сказать, что не являетесь угрозой для врага, но, друзья мои, правда в том, что вы чадо Божие. Вы являетесь самой большой угрозой для врага. Вот история, которая случилась во время войны за независимость. Во время морского боя к флотоводцу прибежал служащий и сказал, «Дела плохи, мы проигрываем». Он посмотрел на него и сказал, «Я еще и не начинал воевать. Я думаю, с Богом будет так же». Ты знаешь, мой отец умер, когда мне было 12 лет. Мою мать, ты знаешь, лично. Знаете, почему у меня так мало волос на голове? Если мы что-то делали, чего делать не должны, она хватала нас за волосы и говорила, «Иисус, ходатай наш». Когда я был подростком и делал то, чего от меня не ожидали, например, приходил домой поздно, она всегда ждала меня, надо понимать, что она была прорицательницей. Она всегда спрашивала, «А где ты был?» «Каково иметь такую мать?» Она всегда это знала. «Ты честно говоришь?» «Да, она всегда знала, где я. Я вырос в семье, где не принято было сдаваться. Мы всегда боролись до конца. Знаю, что нас смотрят люди, которые не понимают этого, но именно поэтому я создал все свои материалы, диски и все остальное. И сейчас настал ключевой момент, когда вы должны понять, что вы должны родиться свыше. Нельзя медлить более. Именно поэтому он показывал мне все это. Именно поэтому он показал мне и ад, и рай. Должно ли быть у каждого свидетельство? Это не имеет значения. Понимаешь, я вырос в церкви, у меня есть сильная история, но это не имеет никакого значения, даже если ты спасен. На улицах Нью-Йорка ты все равно спасен. История не обязательно о том, как вы пришли к вере, а может быть о том, как вы возрастаете в ней, если вы сейчас больны и подавлены. Все, что вам нужно делать, — работать над своей верой. И тогда однажды вы сможете писать книги, окажетесь у Сидорота и станете проповедовать Писание. Расскажи нам о выпускном своей племяннице. Понимаете, мой отец умер, и я не знал, что такое отцовская любовь. «А сколько тебе было?» «Двенадцать, но он болел пять лет, когда мне было с семи до двенадцать, и я совсем не знал своего отца. Мне нужно было искать отцовскую любовь. Как сказано в послании Иуды, «Сохраняйте себя в любви Божией». И вот я был на выпускном своей племяннице, там было очень много народа. Нам сказали, когда мы будем называть имена детей, не аплодируйте, не кричите, не делайте ничего подобного. И вот мы ждем, когда всех детей назовут, это длилось очень долго, и в конце, когда оставалось пятеро детей, из конца зала мы услышали крик, «Это мой мальчик». Все засмеялись, и все захлопали этому мальчику. Никто его не знал, но из-за этой выходки отца все хлопали. Я не знаю, какие у него были оценки, какой он был ученик, но когда отец поприветствовал его, я подумал, «Так, отец, каждое утро смотрит на меня. Бог каждое утро говорит нам, это мой мальчик». Я никогда не забуду тот случай, потому что он показывает, как отцовская любовь накрывает тебя. Вы можете сказать, «Райан, ты не знаешь, что я сделал. Не знаешь, через что мне пришлось пройти в этой жизни. Но я знаю, если вы возрожденный человек, вы чадо Божие, и у него есть план для вас. У тебя был сон о канализации. Расскажи нам, в чем смысл этого сна?» Сид, это был очень реалистичный сон, там была открытая выгребная яма. Во время своей миссионерской деятельности в Индии я видел такие, и даже во сне я чувствовал этот ужасный запах. Там была молодежь, они танцевали, пили и курили, так, будто их ничего не беспокоит. И они подумали, что было бы хорошо прыгать в эту яму, но они не понимали, куда они прыгают. И вот они стали вылезать из этой ямы, а я стоял там и смотрел на всех них. Там была одна девушка, она вышла оттуда и стала говорить, «Что же я наделала?» «Что я наделала?» Это все того не стоило. Она сожалела. «Не стоило употреблять наркотики», говорила она. «Не стоило спать с кем попало». «Потому что однажды все, что у меня осталось, это вот эта сточная яма. И однажды, как и сейчас, это будет». Она понимала это. И все они говорили, «Что же я натворил? Что я наделал?» Кажется, будто они спали и вдруг проснулись. Точно, Бог приносит пробуждение. Эти молодые люди и люди по всему миру не станут больше прыгать в этот мир, а в эту выгребную яму. Ты говорил со многими людьми и понимаешь, что от возраста ничего не зависит. Я надеюсь, что после сегодняшнего шоу эта небесная слава придет к вам, и это произойдет прямо сейчас. Если вы не знаете Иисуса, да, вы слышали о нем, но если вы не знаете Его, как своего Спасителя, я прошу вас помолиться вместе с Райаном. Просто повторяйте за Ним эти простые слова. Отдайте свою душу Иисусу. Впустить Бога в свое сердце очень просто. Все, что вам нужно сделать, это сказать «да». Где бы вы сейчас ни были, просто скажите «Иисус, я прошу тебя, приди в мое сердце, сделай меня абсолютно новым человеком, прости мне все мои грехи и очисти меня от всех нечистот». С этого момента я отдаю свою жизнь тебе. Иисус, прошу тебя, живи во мне. Я навсегда отдаю тебе свою жизнь. Именем Иисуса. Аминь. Райан, нас смотрят люди, которые думают, «В моей жизни все идет не так, как надо. Я как одна большая ошибка». Они чувствуют себя так же, как и ты, когда не знал отцовской любви. Поговори с этими людьми, воодушеви и вдохнови их, пожалуйста. Друзья, ошибки делают все. Надо понимать, что через что бы вам сейчас не приходилось проходить, чтобы не случалось с вашей жизнью, вы не ошибка. Бог любит вас. «Если вы возрожденные людям, то вы его сын и вы его дочь, и он любит вас. Все, что вам нужно сделать, это сказано в послании Иуды. Сохраняйте себя в любви Божией. Не надо недооценивать эту любовь. Храните себя в его любви каждый день. Пусть любовь отца придет к каждому из вас». Об этом сказано в 21 стихе. «Он не просто любит вас, друзья. Вы ему нравитесь, и он вас любит, и он наслаждается вами. Где бы вы ни находились, и что бы вы ни делали в своей жизни, Бог полностью и абсолютно любит вас». Бог знал вас, прежде чем вы появились в утробе матери. У него есть план для вас. Я знаю, что это хороший план. У него есть хороший план для каждого человека на Земле. Вопрос в том, чтобы знать его, идти с ним, читать Библию, понимать, кто он. Оставайтесь с нами, и Райан расскажет, что нужно сделать, дабы враг не смог коснуться вас уже никогда. Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Мне 23 года, и я хотел поблагодарить вас за вашу передачу «Это сверхъестественно». Я слушаю ее практически каждое утро, и она вдохновляет меня тем, как вы посвятили свою жизнь поискам и проповеди истины. Я очень рад, что вы ведете эту передачу. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделитесь своей историей по адресу, который видите на экране. Это сверхъестественно. Я не думаю, что вы когда-нибудь раньше это слышали. Ты используешь слово «неприкосновенный». Да, знаете, я всегда говорю со своими прихожанами, переходите на сторону добра, перейдите через эту черту, вы получите свое исцеление, вы получите свое преображенное сердце, вы наконец-то освободитесь. На той стороне вы будете уже неприкосновенными. Враг не прикоснется к вам. Если мы будем говорить о неприкосновенности, я хочу, чтобы ты поделился историей, когда ты сражался с дьявольской мишугой. Это еврейское слово, которое означает «сумасшествие». Было это в Гватемале. Итак, что же за мишуга были там? Я с несколькими друзьями проповедовал в Гватемале. Мы отправились на вершину горы. Я, если говорить честно, не ожидал, что там кто-то будет. Но на вершине горы оказалось около 700 человек. Я проповедовал на английском, после чего меня переводили на испанский и кейчи. Мне казалось, что проходит целая вечность, прежде чем я снова смог говорить. Такой язык сложный. Да, мне приходилось там выступать, я представляю. Это непросто. Я смотрел на всех этих людей и думал, что я ничего не могу дать им, но Бог может. И первое, что я сделал, когда мы попали на гору, я подумал, «Иисус, я призываю тебя сюда». Вдруг полиция сошла с ума. Заступники сошли с ума. Бесовские силы захватили эту церковь. Я расскажу, как это было. Напомню, что еврейское слово «мешуга» означает «сойти с ума». «Продолжай». Все вдруг стали «мешуга». Женщины хватали своих детей за ноги и бросали их в воздух. Там было так много бесовской силы, что все это продолжалось 20 минут. Все случилось только потому, что я призвал Христа. Он пришел туда и действовал там. Бесовские силы были даже в пасторах. 20 минут потребовалось, чтобы все успокоилось. Это было настоящее сумасшествие. Все кричали, дети летали, там были бесы. Но спустя 20 минут я проповедовал Писание, и эта церковь пришла к Богу. Они будто бы вышли из темноты во свет. Бог пришел в эту церковь. И это удивительно, что может произойти, если вы просто позовете Господа. Просто скажите «Иисус, приходи». И несмотря на то, что это была церковь, и это были верующие люди, такое происходило? В чем секрет? Как ты смог все это сделать? Мне просто непонятно, как это происходило. Как это возможно? Секрет в том, чтобы приглашать Бога в самые простые моменты своей жизни. Ты, конечно, не просто верующий, Сид, но ты тоже делаешь простые вещи. Ты ешь, платишь по счетам, идешь в магазин. Нам надо приглашать Иисуса в эти моменты жизни. Мы можем встретиться с Ним за завтраком, можем встретиться с Ним в магазине, и это просто то, во что нужно вериться. Вот что это означает. Я часть Бога, я просто говорю с Иисусом и чувствую Его присутствие. Он говорит, «Сын, я люблю тебя». Или, «Сын, сделай то-то или то-то в обычной жизни». Не то чтобы на сцене, а в обычной жизни. И это доступно каждому из нас. Если вы научитесь звать Иисуса в своей обычной жизни, то у вас больше не будет обычной жизни. Каждый день будет особенным. Но что, если ты этого не чувствуешь? Чувства не имеют никакого отношения к этому. Все дело в вашей вере. Я могу не чувствовать любовь моего Отца прямо сейчас, в этот момент. Но я знаю, знаю, что я любим, и этого никто не отнимет. Помолись прямо сейчас. Отче, именем Иисуса, я молюсь, чтобы ты был с нами во все обычные моменты нашей жизни. Потому что прямо сейчас ты показываешь мне, что будешь с каждым из верующих. Наполни их своим присутствием, своей славой каждый обычный момент их жизни. Боже, сделай их жизни особенными, и они никогда больше не будут прежними. Я молюсь именем Господа Иисуса. Аминь. Я говорю вам, вы любимы. Аминь. Именем Иисуса. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Трой Броуэр. Я расскажу вам, что путешествия во время нереальны. И у нас есть доказательства. Присоединяйтесь ко мне в следующей программе «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом. Я поделюсь с вами, что нужно сделать, чтобы пригласить Иисуса в свое личное время. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделитесь своей историей по адресу на экране. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении «Всемирного молитвенного сообщества» вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.